В этом смысле вообще он не испортился, он так же стреляет, так же издалека и так же больно. Минус лич, минус гернал. Третий пик для секрета, что же это может быть? Бейн. Ну а чё, Пупей любит это дело. Это что? А, это у Энви. У Мизери? У Мизери. Пам-пам-пам-пам. Ну типа дай погонять коврик, сказал она. Угадай игрока по коврику. Срыв покров. Да. Найди анимеш, такая интерактивная игра. Может быть это он? Смотри, как долго думает Пупей, и вот он думает возможно над... А, может что-то не очень стандартное увидим, например там, плюс Проветку. Я хочу старых добрых лесников от Пупей. Инвокер. Где лесники? Хочу лесников. Пупей, где лесники? Ну, лесник, когда у тебя дум в команде, по-моему, как-то не профит. Дум есть лесников. Лучше думать лесников нужно сделать, чем набирать ещё поботу. Да Бейна, бери, Пупей. Чё ты? Чё ты? Чё ты? Чё ты думаешь? 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 Ну может. Ну вот, возможно, сейчас и размышляет нас. Сейчас можно пикнуть суппорта, посмотреть ещё одну карту ЛГД Гейминг, а потом можно забрать то же самое с темпларку. Сейчас. Это нейтрально будет выглядеть. Темпларка-то, кстати, не Ваня оказалась действительно, то есть её можно брать. А чё её брать сейчас? Темпларку можно её попозже взять. Нет, в принципе, можно брать. А тут две есть. Ну и вот можно сейчас взять что-то типа ВД, потом темпларочку. ВД ничего не спалят, и хорош. Ооо! Это хороший парень. Это действительно парень. И, а, слушай, секренты, секренты, мои мальчики, они... А может всё-таки кропка? Нет, ну, возможно, но вряд ли. Смотри, это Doom, который будет кэрри, но который как раз таки купит себе быстрый барабан, может быть, Владмирс какой-то. И они покатятся, пока возят волка, например, ну или может быть не волка. Ну, тут уже лидер, нужен мид. Нет, не волка, который гушает людей, а волк, который в лесу. Возьмут волка на Doom'е и пойдут просто добить. А Седеки, по ходу, выиграли вторую. Да, очень радостные они. Да, Седеки, у нас в Виннирах, всё. Да. А Яхома отправляется на второй раунд с Альянсом. Мне сказали, что Альянс там Минеска не проиграли. Ах! Вообще, может, Альянс посмотрит, с кем им играть, и подумает, давайте на Минеске остановимся. Вот тут я вижу у Сикрентов кропку. Вот она прям вон так вот заезжает. Под Минесармор, под Змейки Расты. Ну, вообще, да. Вот так прям по нас заезжает. И на Салинс надо зладать. Это пуш раз в 145 секунд. Сейчас Пупея психонет и заберет. В том-то и дело, что ты можешь на одну вышку не тратить оба ультата. Можешь потратить один на одну вышку, другой на другую. И ты не можешь по-любому драться там. Тебя задумят одного героя, и у тебя стоит какая-то ульта. Либо Крабелка налетает, либо Шадоша Маска. Не похоже на Пупея. Но Пупея и сам на себя бывает иногда не похож. Вот, Копка. Кропка. Кропка. Эх. Вот это похоже на Пупея. Так, а что тогда Шадоша Маска так было брать третьим? Ну, а что нет? Ну, просто вот я предлагал ему ВД. Это и нейтральное, и против беспабы. А? Хорошо. Зашло. Легко убить Рошана Шадоша Маска. Суперлегкая. Так, а со Свардаром у тебя в любом случае довольно легкая. Нет. Суперлегкая. Вдвоем приходит. И Шадоша Маска в соло убивает Рошана под плюхой. Свардара. Вообще без проблем. Под плюхой. Ну ладно. Эх, а были времена, когда и без плюхи убивал. Были времена, когда и без плюхи убивал. Ой. Пришел, в родишке поставил, Рошан застрял. Ну да. О-хо-хо-хо. Здесь ЦК. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй. Какая боль. Ну вот, Расти здесь точно будет не сладко. Пусть. А был бы Джекерос, а он еще может быть? Кстати, да. Я не удивлюсь... Без шуточек. Я не удивлюсь в бану Джекерос. Эээ, на самом деле... Я чувствую, как лопается Растик от дрифта одного. Да там будет что-то типа дидрафтер-бан такое. Или ВД-бан. Или ВД-дидрафтер будет банкинг. На месте... Эээ... Ну да, непонятно. Ну, нет. Секрета бы не помешал еще ОЕС. ОЕС у них не так все здорово. Если дойдется до определенного времени лейта, где там, честно сказать, окажется Стараский какой-то, то, в принципе, им не хватает урона, чтобы убить Иллюзии. И он будет... Ну и нигму, ну и нигму. ...взрывать людей. Тут какой-то Клокер для ЛГД, для Ротка остался. Не, он уже давно в бане. А, Клокер? А, действительно. Остался Дарксир. Дарксир тоже в бане. Знаешь, кто остался? Феникс. Феникс. Я хотел сказать, остался Бэтрайдер. Но не в моде он совсем сейчас. Феникс, по-моему, реально очень плохо против героев Секрет. О, Тайдуша, кстати. Тайдуша был вообще, как бы, тут реально царем. Ну, не знаю. Да, был бы, был бы. Нужен какой-то более-менее активный персонаж, потому что у них и так все не очень активные. Ну, нужен какой-то, действительно, цеплятор. Загоняют по карте. Потому что вирт на ЦК и какой-то вот на оффлейне, чтобы мог что-то синициировать. Бэтрайдер остался. Твоя правда. Нужен Бэтрайдер. Не знаю. Не верю я в то, что Ротк осмелится его взять. Скорее, Акс какой-то до ней вряд ли тоже. Нет, Акс это слишком жадно, просто фарма не будет на троих персонажей. Да, тут непонятно. Тут нужен какой-то парень, которому особо много не надо, который цепляет... Ну, вот ты лес пофармить, а тут еще СФ есть, т.е. ему стаки не наделаешь особо, то... СФ будет обижаться очень сильно. НИКС. Ассасин. Ну вот НИКС или Кентавр какой-то, что-то такое нужно. Такое бомжеватенькое нужно, чтобы не фармило. Ну НИКС весьма бомж, все-таки неплох против копки. Бестмастер. Бестмастер вообще король? Бестмастер, да. Бестмастер, пожалуй, самый оптимальный. Да, Бестмастер, пожалуй, самый оптимальный. Вот Бист, НИКС или Бэтрайдер, наверное, такой примерно выбор. Угу. Кентавр такое. Да абсолютно любой герой, который может пойти в соло... О, и Баунти Хантера сейчас берет, Баунти Хантера. А вот и Чен, Чена пеха. Баунти Хантер? Хорошо. Не, ну... Ну, не... Баунти Хантер надо брать. Надо брать? Ну, вот. Артур говорит надо, значит надо. Надо брать. Нет, кстати, Баунти Хантер Чена не контрит. Если... Не то, чтобы он контрит, но еще поцикками спа и от Дума убегать, от Сладаров убегать. Это все полезно. И не нужен бомжонок, чтобы не воровал качи в двух... И оставлять просто линию полностью. Ты что оставляешь? Ну, если ты можешь, ты приходишь. Хотя, кто Баунти Хантер? Баунти Хантер же им нужен оффлейн, так что вряд ли мы здесь его убить. Ну, вот Баунти Хантер на оффлейн. Что это... Я не могу понять, этот пик. Я смотрю на пик секрет и у меня в глазах рябит от этого. Все-таки он... Он осмелился. Осмелился. Я думал, он не сможет. Мне пик очень нравится. Надеюсь, он нравится и зрителям, и самим игрокам, самим командам. Давайте смотреть. Вторая карта Secret против LGD начинается прямо сейчас. Возвращаемся к вам, уважаемые зрители. Ставим свои пять копеек по поводу Баунти Хантера. Вчера Вилас вам рассказывал про антирекорд XPM, поставленный в доте. Один из них принадлежал Жотму. Это был как раз Баунти Хантер, взятый против Чена. Вчера мы это вечером вспоминали. Ну, вообще, секрет Пупей на Чене Ченов от Пупея, боже мой. Молодец, молодец. Ну, хоть кто-то Чена взял и профессиональную доту вот прям засовывает его туда. Отлично. Пупей засовывает Чена в профессиональную доту уже несколько лет. И получается довольно неплохо вспомнить золотые годы команды Navi, когда этот Чен брался так часто, что уже, по-моему, самого Пупея немножко от него утошли. Чен и Чандры сдал так. Играет на Слардаре и Тернал Эндве на Думе. Пупей играет на Чене. Виха на Клопе. И Шаду Шаман от Пайлайдая. Ну и лучший день. Играющий за Рэйдиан. ДДС уже быстренько на ТП пошел в нижнюю линию ставить варды. Будет играть на суппорт Дазли. Собственно, здесь фармящий Сайлар на ЦК. А Мэйби будет медовым СФом, конечно же. ММА суппортить будет на Виспе. Ну и оффлейн. А УТК на Бэтрайдере. Такие расклады пока. Ну что, команда устанавливает свои стандартные варнишки. Проверяет территорию. И будут готовы отжимать руны, конечно же. И как обычно бывает, ребятам с Рэйдиан достанется нижняя руна. Ребятам с стороны Дайер топ руна. Наверно, так будет. Сто лет не видел связочку ЦК-Висп. В то время невероятной популярностью она пользовалась. Так как Тезер работал по-другому. Там стан давал, да, самое главное. Стан давал моментально ЦК. То есть вот этот вот имеется в виду... Сам Тезер, самая вот эту связку там. Респект бан, ведь Дрейнджер первый бан. Первый раз на Франкфут Мейджор. Ну, очень сильно осложнила жизнь VR-ка команде LGD. Можно их весьма четко в этом плане понять. Ну и хорошая комбинация вообще у LGD на минус армор. Даззл с минус армором. Со своим ультимейтом. SF с минус армором. И с недавнего времени Chaos Knight также обладает способностью снижать броню. Если у него вылетает крит. Да, с одной стороны. С другой стороны то же самое делает товарищ Слардар. По сути дела, только накидывая одну свою способность. Которая суммарно даст примерно столько же минус брони, сколько суммарно дадут эти триггеры LGD. Я бы сказал, может быть первые два да. Но Даззл там конечно вне конкуренции. Даззл периодически в момент максимального стака, скажем так. С ним не поспоришь. Возможность купить Аганим имеется. Туровый. Последний раз, когда ты видел Даззл Аганим. Хочешь ты так подумал? Я видел, помню, как своровал Рубику и Даззл с Аганимом. Окей. Это был Рубик с Аганимом. Бывает такое. А теперь смотри, а УТК уже четыре стака сделал на PLD. Да больно PLD. Пятый стак залетел. Неприятненько стики. Пока не купили. А что не купили стики то? Да, и не шатушаман. Как-то не готовы были что ли стоять они против? Надо покупать. Думаю пытается дотянуться. Дотянулся. Лицо здесь не разбить, думаю. Из-за того, что нет еще пока что Firefly. Но если бы это был второй, я думаю мог бы попробовать полететь. Побежать. Сразу даблкил бы там организовал. Ну вообще ждем. Ждем конечно же мы чего. Первый подключение от Чена. Пупей. Пока своим совухом фармит двойной стак. Неплохо. Денег сейчас насобирает. Купил себе уже смог. Смог через курьера к нему приходит. Ну и надо какого-то поактивнее конечно Сумона взять. Что-то типа троля. Коута можно даже пробовать с вот этим вот Hellbear Smashером. И в спину выходить на СФ. СФ крайне мы знаем уязвимый. Такой персонаж на мид-лине. Особенно стоя в соло против Queen of Pain. Помощи никакой нет СФу. Значит добить его можно. Можно. Вообще это такая классика жанра. Вот этот висп на легкой. Именно они в миде. Вместе с хаосом. Причем за Radiant. Где можно отводить очень много спаунов. То есть здесь можно теоретически на три спауна отвести. И зачастую это получается. Вот сейчас еще и делает стаки. Давным-давно так вот играл как раз Габлак. Вместе с Team Empire. И он в общем-то эту вот стратегию ввел активно в доту. Он не просто ее ввел. Против нее и никто не мог играть вообще. Там НС пытался. Даже иногда получалось. Но остальные просто банили. Да, золотые времена. Там слеза прокатилась у меня. Скупая мужская слеза. Ну так, да. Вылетает у нас бэтрайдер. Ну здесь его не взять вообще никак. Не знаю что здесь пытаются сделать у нас секреты. Денают крипов. Не дают бэтрайдеру получать экспириенс. Но тем не менее бэтрайдер справляется. Ну что ж, давайте посмотрим крипстаты начальные. Энви 13 крипов. Виха 12 крипов. И линии пока что лидируют. Понятно, что на хардлинии немножко тяжеловато приходится у нас Слардару. Но Чен имеет 18 крипов. Это еще больше. Пупей времени зря не терял видимо. Мне кажется Пупея можно разбудить ночью. Там посадить играть на этого персонажа. И он будет в форме. Пупей. Слишком много в свое время. Тут у нас в лесах у LGD такой конфликт интересов небольшой. Все-таки Висп делает стаки. Но он скорее больше под себя. Потому что понимает, что нужно максимально быстро получить левел 6. И в итоге вынужден дазл прибегать к СФ. Куда-то наделать ему стаков. Стак получилось сделать только на одном спауне. Это немножечко маловато. СФ будет действительно сейчас немножко обижен. Расстроен. Я думаю, что в любом случае СФ эти стаки зафармит. Потому что другого варианта здесь нету практически никакого. И скорее просто экспириенсом поделится. Так что в любом случае Мэйби доволен тем, что и там стаки есть, и тут стаки есть. Маленькие стаки просто. Четвертая минута можно было побольше от Виспа получить. Обычно когда Висп с кем-то с синий идет на мид. Висп там отходит. Двойные стаки по несколько раз и приходишь. Такая пачка здоровенная. Сейчас он покажет класс. Дазлу тяжело. А вот у Виспа хорошая анимация. Там выход за ротикеем, но... Нет, даже не буду. Не хочу показывать. Он потому что фуловый просто улетает. Хочу посмотреть, как ММА делает дабл спам. Давай, ММА, мы в тебя верим. Старичок. Так, 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 так. Ну вот за правое исполнение уверен. Должно получиться вроде. Красава. Отлично, красава. Просто мастерство не пропьешь. И вот теперь вопрос к Сикретам. Догадаются ли? Не то, что догадаются. Они знают, они прекрасно знают, что там будут делаться стаки, будут фармить их SF. Найдут ли Сикреты сами, может быть под смоками, все это дело забирать у противника. Вот можно это делать и прямо сейчас. Хотя нет, нужно дождаться SF, когда он получит левел пятый. Вот с левела пятого с третьими шадоу рейзами Пупье немного психанул, и у него на 4.30 уже почти пятый левел. Сейчас он запармит. Очень быстро качает лес. Он стаки тоже делает и через самого Совуха. Повезло, что Совух есть. Я помню такие игры видел, где Совух не выпадал в принципе до 10 минуты. Это было очень обидно и печально. Мизери, да, вот чем занимается Мизери. Ему не выйти никак на лайн и все, что он делает. Это, короче, очередной Крип Чена. Что-то типа Кентавра со спринтом. Даже по статам поменьше. У Кентавра хотя бы 1100 хп, у Мизери 500. Самоконтролируемый крип такой. Самостоятельный. Ну да, он действительно ничем не может быть более полезен. Посмотри, сейчас Пупей с Мизери прижимают смок, и они готовы заходить за спину или куда. Вот в лесах уже фармит SF. Но вдвоем туда с Слардаром я бы не пришел. Поздно, стаки уже вычистил SF. Но нужно идти дальше. Идут. Кентавр возглавляет это движение. Слардарчик будет первым. Да, Кентавр пошел. Стан нужно прописать вот он SF. SF low HP. Да, получает проказ, получает стан. И Пупей делает килл. Дальше ныряет за ММА. Туда же залетает еще и Соник Вейв по Сайлеру, который сделал СТП. Односекундный стан всего лишь по Вейхе, и Сайлор может тоже встрять. Слардара пропускают вперед. Нужен спринт. Спринт он сейчас прожимает. Дайте пройти. И вот проходит. Сайлор прожимает Килинг Селф, пока жив. Плюс дайгер помогают справиться. Фантазм пошел. Начинаются найти настоящего. Настоящий уходит. Здесь же Виск. Подходит ЦК. Да, подходит Дум. В итоге ЦК погибает. Здесь же Виск вместе с Даззлом. И Виск не подтянулся. Посмотри, они просто тут вперед. Конвейер. Какой конвейер? Это ГГ может здесь и сейчас практически. ММА падает. Дум под своей землей. Идет дальше. Ой, хил, лучай Чен. Фантастика. Пока они убивали. Накапал экспириенс. И ловит дальше SF уже 5-0. Это будет шестой фраг. Мэй Бютини. Может хороший бодиблок. Мэй Бютини. Получает Хекс падает. Тоже тоже. Минус 6. Фантастика с одного продолжительного захода. Секреты. Что же вы делаете? Вау. LGD очень давно не играли против Чена. Очень. Я бы сказал слишком. Пупей невероятно рад тому, что произошло. У него 1700 золота. Он сейчас купит себе аркан тапки. Мекку вынесет очень быстро. Просто можно возвращаться в лес. У вас 6-0. Вы ведете 5000 золота на седьмой минуте. Ведете 2000 икс. Просто какое-то сумасшествие. Что здесь встроили секреты. Ну и действительно правильно ты сказал. Они просто забыли как играть против Чена. И они пришли по одному и понадобились. Такой конвейер устроили. Да. Ну и здесь подтянулись. Все классно. Сыграл вообще. И Пупей, и Мизери. То, что оказалось в нужном месте. Там можно было просто отдать SF и уйти. Да. Но они остались. Решили сделать ТП. А там внезапно клопы левел 6-ой. Тум подтянулся. Кстати говоря, то, что вылетел стан на 1 секунду. Это еще даже помогло Сайлору с той точки зрения, что урона он больше нанес. И единственный шанс был добить просто. Демеджа с руки ему там не дали бы нанести. В итоге получилось так, что он не добил. Ничего не получилось сделать с клопой. Она ушла на ЛОХП. Чен реализовывает свой ультимейт. Тысяча монет. Седьмой левел. И с таким аутфармом играть очень тяжело. Более того, у Дума есть Деваур, за счет которого еще дополнительное золото он собирает. Все, сейчас секреты пойдут. Барабаны, мекки. Просто давить. Да, да. Действительно, можно это делать. Все-таки мы знаем, что обладает хорошим пуш-потенциалом, как и Дум с грамотно съеденным каким-то нейтралом. Ну и, конечно же, Чен, который дополнительно Раву с собой приведет и позволит это еще быстрее сносить строение противника. Вот что делал в свое время тот же Габлак? Он всегда к этому Виспу забирал либо Котла, либо Чена. Что-то, что дает Виспу возможность получить шестой. Потому что вначале он довольно-таки уязвим. Ты вот так вот можешь просто зайти в лес с агрессией, и Висп тебе с ЦК ничего не сделают. И как раз-таки им необходимо какое-то легкое преимущество вначале для того, чтобы потом лететь и убивать и сноуболиться. Висп, кстати, взял пятый. Неплохо. Да, да, вот только она. Вообще, старт-то, в принципе, в ММА был неплохой. Вот до ровно того каламбура, что приключился на медленнее. Потому что он делал стаки, он фармил эти стаки, делал отводы. Отводы не были заблочены. Он получал там свой левел. Левел третий у него появился очень быстро. Но вот просто попали под тот самый сноубол, эффект снежного кома, стороны Team Secret, и с левелом вот немножечко уже не получается. И пятый пока уровень только сейчас. Ну и что? И у Пупея в итоге что мы видим? У него хедреска, у него баклер, аркан ботинки и восьмой левел. Смотри, на топе ставятся ворды, будут сласить тир-1, дефить некому. Тавр будет сейчас, скорее всего, просто съеден вортами. А остальная часть команды вниз, тягивается под смоками, будут тоже нападать с попыткой снести еще один тавр. Да, все настолько размеренно и аккуратно делается. Еще и шаман этот, который поможет запушить в случае чего. Ну и сейчас вот, сейчас просто реализовать. Находят виспа. Это не та цель. Ганг провален. Увы и ахт. Просто переходить в пуш. Просто заходить в пуш. Крипы со всех сторон. Ставят торнадо с совух. А топе Тереню ловят пайлайдайя, а два стака напалма уже поймал. Там варды до сих пор стоят, под них лезть не хочется. Дом Тереню купил себе Драма Фэндженс. Мид перетянулся, отпушил линию. Хочет помочь своей команде, но и при этом свои товара давать тоже не хочется. Из-за грейдились, ЛЖД. Просто они уходят отсюда. Лезть на Чена в такой ситуации абсолютно нереально. Там аис арморы, ауры различные слишком сильны. Виха использует дабл дэмэдж. Несет он вышку. Дазл просто стоит на разведке. Ошибся. Ну что он здесь сделал, я не знаю. Четыре секунды стана, но спастись будет очень тяжело. Висп на подсейве, а Висп уже с шестым. Нет, не шестым. Левел пятый он. Соник Вейв долетает Тереню Матвихи. Нет, спустит Виспа. Мизери ускоряется, пойдет до конца за ММА. Мизери станом хлопает Виспа. Ну и ЦК тоже погиб. Дальше ныряет в Виха. Ты посмотри за Мэби. Мэби дает Шотов Рейс один на развороте, но есть Хейст. За счет которого он здесь будет спасаться. Он разворачивается, еще и прокастает по Квапе. Но Квапа выживает. Есть Боттл, отбивается. Но два фрага все равно Секриты сделали. Уже 8-0. И конечно же будут пушить еще один тавер. На этот раз помедленнее. Это будет самая быстрая граната в Мейджоре. Я уже прямо вижу. ГГ на 12-й? Шадоу Шамана и Чена в такой ситуации. Вот просто посмотреть на то, что за отспам у ЛГД. Ничего. Станом ЦК можно откидываться. СФ Шадоу Рейс дальний. И то есть вероятность поставить. Дальний Шадоу Рейс. Вообще ничего нет. На самом деле дефить нереально. Причем еще и при этом у Сикретов очень толстые герои. И очень кушащие герои. Которые вот в Шадоу Шаман там Чен буквально на лоу-левеле разбираются. Чен ну 200 до мекки. Слардару что у нас с блинком? Ну вот так вот. Слардар, который не имел вообще ничего пару минут назад. Цепляют. Пайлай Дая. Ну нафидел. Первый хил делают у нас ребята из ЛГД. Да все верно. Слардар может купить сейчас блинк даггер быстрее чем Бэтрайдер с оффлейна. Ну Бэтрайдер там уже денег хватает. Но пока не приобретает себе еще товарищи. Слардар вроде как тоже с оффлейн. Окей. Ну да. В принципе. Тоже верно. Вот блинк есть. Ну и там тоже у Мизеры сейчас появится блинк. В последний год Пупейт сыграл 23 матча на Чене и винрейт 82%. Даже с небольшим. Ну неплохо Пупейт. Это очень сильный винрейт. Честно говоря вообще таких винрейтов я практически не видел. Ну вот именно на таком длительном промежутке. То есть это не 5 матчей 80% винрейта. Это 23 матча 80% винрейта. Получается у вас одну игру выиграл. 23 да примерно. Ну или 20. Ну что-то из этой серии. Очень много. Вновь собираются вместе с Сикретом. Осталось снести последний внешний тир 1. Который находится снизу. Собираются вместе. Спасибо. Математика никогда не была сильнейшей нашей стороной. Сколько? 19. А 19 ну да. Ну ничего. Блин 82.6 кажется что больше. Когда-нибудь мы научимся считать. Но пока что мы просто можем смотреть и увидеть как Сикрет сейчас выигрывает эту игру. О, и ставится вард. И видно здесь товарища Сайлора сейчас. Будет цеплять его через Хекс. Хекс поставили. Дальше ныряет Мизери через Блинк. Есть у нас Шекл. Сайлор стоит. Подхил получает. Немод же не пробил. И релокейт на всякий случай дали. Да, на этот раз уже действительно кастовал. Но это как минимум минус виск. Как минимум минус дазл виск. Давай, возвращай двоих и закончим. Нет. Ой-ой-ой, вот это Шекл из Шамана. Километр. Ну, теряют двух саппортов. При этом пока что еще такая стадия игры, что сплитить тяжеловато. У вас просто нету персонажей для того, чтобы сплитить. Ротикей качает с помощью Firefly вражеский лес. Мэйби выходит на топ. Это самое адекватное из всех решений. Но Сикреты вместо того, чтобы идти ломать этот тир-1 тавер, который не особо-то и нужен, они идут на Рошана. Тавер падает сам по себе тем временем. Да, тут его просто скрипы сломают. Клифф завязался, никто не идет дефить, боятся. Можно просто не знать, где находится противник. Они могут в лесах стоять возле тир-1 и байтить на этот тавер, на деф его. Рошана сейчас дает очень много экспириенса для такой стадии игры. И плюс ко всему, он по золоту практически как вышка. И вышка все равно упадет. Да, вот возвращается, мы видим, Queen of Pain. Там буквально пару тычек сделать по таверу. Ну, решает не рисковать. Отдаваться здесь ни к чему. Нужно вот так вот аккуратненько доформить. Сайланс с горами у Вихи. И заходит в свой лес. Вместе с Ченом. Аккуратно. Слардар. Видит битрайдера. Хороший стан. Еще один стан от кентавра. Подходит Doom. Левел D с битрайдер уходит. Но... Недалеко. Ну, вот так вот Doom решил на него потратить. Я, говорит, под стилю мизерия. Не подстилил. Я думаю, Envy вообще не расстроен. Когда ты Doom 11-го левела с базилкой, барабанами и плейтмейлом, и у твоей команды все слишком хорошо. Мидасик появляется у СК. Ну, подъедать к Повчена можно, конечно, с этим Мидасиком. Ну, и по-другому, наверное, никак. Нужно что-то абсурдно жадное сделать, и чтобы это сработало. Да терпеть, просто терпеть эту игру, постараться вывести ее в какой-то там, я не знаю, гипер-супер-ультра-лейт, что ли. Потому что на данной стадии они проигрывают в Салат, в любую драку, любой замес 5 на 5, любой деф, любой атаку на Тауэр. Все, что остается надеяться, это то, что Сикреты прямо сейчас не пойдут и не снесут им базу. Самое тяжелое в этой ситуации то, что помимо Пуша, который силен в 5 на 5, есть Слардар с блинком, Шадоу Шаман с блинком. Боже мой! Он в обратном порядке заюз, ладно, в этот момент позже вернемся, там Пупея теперь они тоже пытаются разложить. Снизу погиб из ЦК, Пупей не падает пока, поставлены Варды и СФ, и немножечко закрывают. Ныряют дальше, зацеплили, подрайдера убили, а мэйби сделал просто просто степ-аут. Ну а DTC сбить ТП нет? Нет, не сбывает ТП. Три в два хил делает у нас товарищ Виха на клапе. Три в два размен, но размен-то в пользу команды LGD, не успел Пупей раскастоваться, залип там капитан. Да он сдал сперва телепортейшн на своего дума, а вот только потом хил. Да, это вроде бы правильная последовательность, казалось бы, то есть ты в какое-то время, чтобы уже работал телепортейшн, да, ты его там пытаешься внести на базу, потом даешь подхил, он еще живет и он уходит. Но в данном, в том случае надо было просто подхил тогда. Не совсем. Ну, логика здесь очень простая, хил можно уязать в любое время, пока твой герой жив. Как только он умирает, хил можно не уязать уже. Да, ну не успел, просто не успел прокликать все. В итоге, ну, смогли парочку фрагов сделать LGD. Много отдали, очень много сейчас отдали. Просто вот соперник не имел ничего, могли дальше давить, сейчас графики чуть-чуть пойдут вверх. И самое главное, это еще время, это глоток такого воздуха свежего для команды LGD. Что мне еще нравится, это настырность Мэйби в плане своего айтем-билда на SF. Вот что бы ни случилось, хорошее начало, плохое начало, он покупает тебе свой Shadow Blade. Shadow Blade, Shadow Blade, 1000 хп, но все равно Shadow Blade. С ним будет здорово фармить. Посмотрим, как сработает. В инвизе бэтрайдер. И бэтрайдер... Нет, в смаках он был. Цепляет. Успевает раскастоваться. Чена вывозят. Здесь же релокейт от Виспа. Стан от Энви! Но, кажется, его порвут все равно. Нет, подтягивается команда. Стан от Слардара хороший. Минус бэтрайдер. Минус ЦК. Минус Вис. Вис тоже будет падать. Нет. Висп уходит. Нет, не ушел. Что-то Шаман допил его с помощью Эзер Шваков. Фантастика. Да, Пайлайдай здесь был на чеку. Минус 3. Ну... Опять же, тяжело сказать, что ЛЖД делали выход рановато. Нужно было как-то рисковать. Ты не просидишь долго на базе. Если бы получилось, заработали бы много золота. Не получилось. Теряют вышку, теряют трех героев. Ну там, да, задача была реализовать Shadow Blade. Переквим оф соус. Из него же под лассо. Но комбо не сработало. Дум дал ультимейт, и все поехало не так, как надо ЛЖД. Ну а секреты пользуются тем, что они сделали киллы. С тем, что они сейчас намного сильнее. И ломают Тер 2. Очень нужна была предыдущая игра. Мейпи, смотри. Мейпи заходит. Мейпи прямо в кучу событий. И вот сейчас, когда думает, лучший момент придумать. И нужно уходить уже на базу, потому что там варды были проставлены. Не придумал. Ну в другой игре или на другом турнире получится обязательно. Но не в этот раз. Стоят змейки Shadow Shaman. Убивать это нечем. Слардар кидает Amplify, слишком много дэмэджа. Цепляет Shadow Shaman. Стан Shadow Shaman минус. Скилл опять не успевает заюзать. Но здесь уже не важно. Падает Дазл. Виху могут убить. Но у Вихи есть Aegis. Амплифай на Сайлора. Идет Мизерис. Он цепляет Сайлора. Сайлор пробивает Снюка. Пупей. Пошел Мэйби в очередной раз. Затай свою жереку. Дает его. И взрывает просто от Queen of Pain, которая только после Aegis'а возродилась. Неплохо сыграно. Но падает Тир-3. И бараки сейчас тоже будут падать. Да, бараки терять на такой стадии... Ну, слишком. Еще и Мэйби сейчас должны забрать. Еще один стан. Ну, Test of Faith. Мэйби. Не молился, видимо, сегодня. Потому что... Прочность на веру... Тест на веру не прошел. Грейвзы появляется у Пупея. Да, когда этот артефакт собран настолько рано, дает он, конечно, невероятно много. Бэтрайдер заходит. Успевает захватить. Здесь же стан Слардара. Doom кастует свой ультимейт. Но только для того, чтобы просто убежать. В итоге Слардара отправляет на базу купей. Купей остается, жертвует собой. И умирает. Но... Кор-герой из его команды оказывается на фонтане. Главное, что снесли барак. Вот что, чего добили здесь Сикрита на девятнадцатой минуте. Снесли первую сторону. А это уже хорошее... Хорошее подтверждение, скажем так, отличному старту. То есть они все самые дивиденды получили. С того сноубола, что сделали ранее. И в итоге Сикриты сейчас получают снова огромное количество денег. Все у них замечательно. Выиграют 13 тысяч. Порядка. Я так скажу, очень нужная победа. Вот не закончил я мысль. Видел я Сикритов, выходящих после поражения от Ньюби во второй игре. От Ньюби Янг. Ну... Довольно кислое настроение было. В то же время видел я их вот сейчас, после победы в первой игре. Не простой победы. Но в то же время, где они сделали все в общем-то идеально. И прямо из тяжелой ситуации вышли по-царски. Настроение в команде очень классное. И как мы видим в этой игре, получается вообще абсолютно все. Конечно, LGD здесь сыграли неаккуратно. Но эту игру им уже вытащить будет невероятно трудно. Да, действительно. Если посмотреть по Низдалину над Форсом. Там вообще бета. Один только SF. Сейчас Шаман возьмет одиннадцатый. Вторые Змейки. Можно ломать вторую сторону. Да, запросто. Можно еще, в принципе, прикупить с Гем на команду. Так, чтобы вообще уже SF ничего не мог сделать. А то какие-то... А, Гем-то есть у Чена. Все замечательно. Все вообще фантастически круто. Готово, скажем так, к пушу еще одной линии. Да, но вот эти Грейпзы дают тоже очень много. Плюс ко всему хочет себе Форстав какой-то подфармить. Возможно, хотя это и Аганим, но не суть важна. В мизере на Сайлора может залететь. Но там Висп с Релокейтом, если что, готов подсейвить. Релокейт сразу же вкастовывается и... Но это минус Висп. Минус Висп. Да, остается он здесь. Будут драться. LGD будут драться, и это финальная битва, если они ее проиграют. Видят Дума. Сцепляют Дума. Висп возвращает Сайлос на Бэтрайдера. SF неплохо раскастовался. Пытаются забрать Энви. Грейпзы получает. Стоит Мэйби. Дают ему Грейп. Минус два. Минус Мэйби. Дисайлор тоже держит еще файл Лайдай. Мы видим, не отпускает никуда. Ставит Аплифай Мизери. Сныряет Виф. Уцепляет еще и Тазла. Игут геймблплейт. АЛТК. 21 минута. Ну... Я не знаю, что добавить. 21 минута, и, пожалуй, это... Рэбэй! Татвиха! Красавчик! Я не знаю, что у меня стало. Оригинальную такую хорошую жирную точку поставил Вифа в этой карте и в этом матче в целом. Большие молодцы Сикрет, конечно. Ну вот посмотрите на Сикретов. Они очень так спокойны и довольны. Понимают, что турнир еще впереди. Это всего лишь выход в верхнюю сетку. Но по ходу игрового дня они, конечно, все лучше и лучше. Исполняли свои стратегии. Феноменальное исполнение. Феноменальная стратегия. И LGD немножечко, конечно же, здесь ошиблись. Сикретов теперь мы увидим только в верхней сетке во время мейн-ивента. Но LGD падают вниз и будут играть. Будут ждать победителя пары. Редактор субтитров А.Семкин Корректор Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова